В советское время скопить на автомобиль было делом трудным, а иметь свой хотелось многим. Так появился самодельный транспорт. Современные кулибины продолжают развивать это направление, больше из любви к искусству, конечно, нежели из-за отсутствия средств на покупку машины. Хотя электромобили – это все-таки еще роскошь для среднестатистического амича. Дешевле создать, чем купить. Так в одном омском гараже доводится до ума современная версия гоночного болида «Лотус Севен» 1957 года выпуска. Это детище инженера по промоэлектронике Андрея Попова. Это реплика, это повтор, то есть это вроде как копия, но на самом деле здесь сделано достаточно много изменений от основной конструкции. Ну, эти изменения диктуются тем, что сделана колоробка, трансмиссия по-другому выполнена, сделана под электродвигатель. Андрей Попов взял за основу дешевый спортивный автомобиль британских клубных гонок, потому что «Лотус Севен» – легкий, компактный и простой по конструкции. Конечно, потребовался апгрейд. Сделаны передние тормоза, то есть машина передними тормозами оборудована, задние тоже предусмотрены, но требуются там суппорты совмещенные. Электроника. Электроника собрана, то есть это на микроконтроллеры, это все самодельное. Вместо двигателя внутреннего сгорания был установлен электродвигатель и патент, на который изобретатель получил еще в 2010 году. Аналогов электропривода в нашей стране нет. Его отличают экономичность и простота. Это другой тип двигателя. То есть есть двигатели постоянного тока, есть синхронные двигатели, есть асинхронные. Вот это импульсный двигатель. То есть все двигатели, нету таких двигателей, которые новые или старые, они все хороши для своих применений. Мой двигатель не реверсивный, он оперативно, его нельзя начать крутить в другую сторону. Но для насосов и вентиляторов и еще каких-то, допустим, применений это не критично. То электроника в несколько раз проще, чем при обычном, ну как вот по сравнению с обычным частотным приводом. Электродвигатель Попова сейчас находится на доработке. В прошлом году произошло короткое замыкание. Сгорела вся электроника. Андрей обещает, что после оперативного вмешательства подобного не повторится. В ближайшем будущем электромобиль поменяет цвет и научится разгоняться до 100 км в час. На самом деле 50 км в час на такой высоте это впечатление более чем. Машина в поворотах практически не кренится и позволяет ходить на максимальной скорости. То есть это, ну, это непередаваемое ощущение. Это вот такая другая машинка немножечко из другого мира. Продолжение следует... Продолжение следует...